В эфире служба новостей Саров-24. В студии Кирилл Васенин. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Проезд имени Дмитриева. Комиссия по наименованию городских улиц поддержала инициативу сотрудников ядерного центра. Реконструкция русского костюма Нижегородской губернии в библиотеке Майповского открылась новая выставка. 5-2 в пользу команды из Кстова. Хоккейный клуб Саров-Инвест провел очередную игру в рамках высшей лиги чемпионат области. Далее расскажем обо всем подробно. Один из основных разработчиков советского ядерного оружия. Лауреат Ленинской, Сталинской и Государственных премий. Был награжден орденом Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени. Все это о кандидате физико-математических наук Николая Александровича Дмитриеве. Имя талантливого математика и физика может быть присвоено проезду соединяющего улицы Академика Негина и Лесную. Эту инициативу выдвинули сотрудники ЭТМФ Рафиацвнеев и поддержали в комиссии по переименованию городских улиц и объектов соцкультбыта. Пока здесь огороженная забором стройплощадка, которая совсем скоро превратится в новый жилой квартал. Проезд, вдоль которого стройными рядами вырастают таунхаусы, еще не оформился в улицу, но о его наименовании уже задумались. Ветераны Рафиацвнеев и сотрудники ЭТМФ вышли в городскую думу с инициативой дать проезду имя выдающегося ученого математика и физика Николая Александровича Дмитриева. Он родился в Москве в 1924 году. И в 15 лет, то есть когда ему было 15 лет, он уже закончил школу и поступил в МГУ. И учась в МГУ, он уже начал работать с математиками-профессионалами. Вот академик Могоров очень имел хорошие виды на него. В 1948 году Николай Александрович приехал в Саров, чтобы применить свои знания и способности в работе над советским атомным проектом. Он работал вместе с Юлием Харитоном, Яковом Зельдовичем и Андреем Сахаровым, внеся огромный вклад в развитие теории ядерного заряда, который сыграл решающую роль в судьбе послевоенного мира. Он действительно и в первой атомной бомбе, и в последующих атомных бомбах, и в первом термоядерном заряде, и в последующих он везде вложил свой труд. Поэтому он является, конечно, основательным нашей с точки зрения физики, с точки зрения математики. Труды Николая Дмитриева заложили основу теоретических методов расчетов изделий. Большинство теоретиков и математиков учились на его работах. Лауреат Ленинской, Сталинской и Государственной премии, обладатель Ордена Ленина и двух Орденов Трудового Красного Знамени. Николай Дмитриев, по словам Анатолия Агапова, был человеком невероятно скромным. Всего себя он посвящал науке и работе, не требуя к себе внимания и особого отношения. На самом деле легенда. Рождались идеи, которые он математически записывал. Понимаете, это свойство не каждый человек способен сделать теорию, превратить в математику. Инициативу о присвоении новому проезду в районе улицы Садова имени математика и физика Николая Дмитриева депутаты рассмотрели на одном из последних заседаний думских комитетов. Предложение поддержали единогласно и вернутся к его обсуждению уже на ближайшем заседании думы. На сотовый телефон одной из жительниц нашего города позвонили из организации микрозаймов. Женщине сообщили, что четыре года назад на ее имя был оформлен кредит на сумму 7 тысяч рублей. За это время сумма долго выросла до 114 тысяч. Сравченко обратилась в полицию и сообщила, что этот кредит без ее ведома взял ее бывший муж. Сейчас по факту проводится проверка. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем сюжете. На прошлой неделе объектами злоумышленников вновь стали автовазовские машины. В основном вскрывают автомобили необорудованные сигнализации. Так, например, с двух машин на проспекте Музруково были украдены запчасти. Была похищена аккумуляторная батарея. Машина стояла без сигнализации. Капот вскрыли. Ущерб составил около 4 тысяч рублей. Сотрудники ГИБДД провели операцию автобус. Проверили автобусы муниципальных предприятий, которые приводят в наш город рабочих из ближайших населенных. Всего осмотрели 18 единиц транспорта и составили два административных протокола. Одно нарушение по статье 12.5, часть 1, это управление автобусом, которое имеет технические неисправности, при которых запрещена эксплуатация. И одно нарушение, связанное с нарушением предрейсового технического осмотра автобуса. Водители автобусов и должностных лиц, ответственных за перевозку людей, привлекли к административной ответственности. 29 ноября в 4 часа дня в администрации пройдет встреча с экспертом по вопросам ЖКХ Академии народного хозяйства при правительстве России Игорем Кокином. Речь пойдет о последних изменениях в сфере жилищного законодательства. Все желающие смогут задать вопросы эксперту. Вход свободный. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В клинической больнице номер 50 обновился телефон, по которому можно записаться на платные услуги и процедуры. С этой недели в поликлинике заработал единый номер 95519. Старые телефоны справочной службы платных услуг 5-22-02 и 5-43-10 по-прежнему работают, но уже 1 декабря их отключат. Саровчанам расскажут, как уберечь себя от смертельного недуга. С понедельника Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области запустило горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции. О чем стоит знать, чтобы защитить себя и близких? Насколько остра проблема ВИЧ-инфекции стоит в нашем регионе? Ответ на эти и другие вопросы можно получить по телефону 8-831-30-432-29-55. Горячая линия будет работать до 8 декабря. Воспитанник Саровской школы бадминтона стал серебряным призером чемпионата России среди юниоров. Соревнования прошли в подмосковном городе Раменском. Нижегородская область представлял воспитанник тренера Елена Точильный из Молодежного центра Артем Парамонов. Юноша занял третье место в одиночном и смешанном разряде. А в парных выступлениях поднялся на вторую ступень пьедестала почета. В 2014 году в нашем городе была создана общественная организация «Дети войны». На протяжении нескольких лет активисты этого движения ведут плодотворную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Проводят беседы, на которых делятся воспоминаниями о событиях Великой Отечественной, свидетелями которой они и когда-то стали в юном возрасте. Очередная встреча со школьниками прошла в третьем лицее. Они помнят все, что происходило с ними в годы войны. Непосильная работа в тылу, голод, печальные вести с фронта. И все это ради того, чтобы ранним утром 9 мая услышать о долгожданной победе. Историю Великой Отечественной войны рассказывают те, кто мальчишками и девчонками пережили все тяготы тех лет. В этот раз в лицее номер 3 перед юными зрителями выступил Сулейман Файзулин. Когда началась война, ему было 5 лет. В деревне перед войной все было хорошо, и праздники проходили. Сулейман Шакирович рассказал ребятам о своей семье. Его отец погиб на войне, и матери приходилось много работать, чтобы прокормить детей. В шестилетнем возрасте мальчик ухаживал за грудным ребенком. Особое внимание на встречи со старшеклассниками Сулейман Файзулин уделил своим школьным годам. Когда пришел, мне сказали, зачем же пришел? Ты же маленький, еще маленький. Я говорю, у меня две причины. Во-первых, надо писать письма папе, чтобы на фронте он мог читать. После окончания войны мужчина вступил в ряды советской армии в городе Арзама-16. После работал в федеральном ядерном центре. Полную историю Сулеймана Файзулина и других детей войны можно прочитать в книгах «Опаленные войной. Дети войны и победы». Общество «Дети войны» недавно издало второй сборник воспоминаний детей войны. То есть это те люди, которые собственными детскими глазами видели войну. Либо на линии фронта, либо далеко за линией фронта и так далее. То есть ощутили на себе все тяготы войны. Следующая встреча общественной организации «Дети войны» со старшеклассниками пройдет 20 декабря в лицее номер 3. Светлана Сунцова и Нина Колыханова расскажут ребятам о своих детских воспоминаниях. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24. В драматическом театре прошел концерт памяти саровского поэта и музыканта Андрея Тенигина. Его творчество известно далеко за пределами Сарова. За свою жизнь Андрей Тенигин сделал многое для развития музыкального движения в нашем городе. Его стихи часто опубликовались в престижных сайтах мировой поэзии и получали высокую оценку со стороны коллег и критиков. На памятном концерте музыканта побывала наша съемочная группа. В этот день ни на сцене, ни в зале не было случайных людей. Близкие друзья и соратники по саровскому рок-движению – поклонники творчества. Известный музыкант и поэт Андрей Тенигин погиб в автокатастрофе в ноябре прошлого года. Он оставил после себя огромное количество стихов и песен, которые и легли в основу концерта памяти саровского музыканта. Это богатое наследство творческое, которое он оставил, не могло исчезнуть бесследно. Оно продолжает жить и продолжает жить в творчестве тех людей, которые были ему близки. Творческие просто по жизни были близки. И вот таким образом мы решили почтить его память и, собственно, продлить то дело, которое он нес на протяжении своей жизни. Творческая деятельность Андрея Тенигина началась в школьном музыкальном ансамбле. Большая часть песен была написана в составе группы «Тайсо». Последним проектом музыканта стал коллектив «Край». По словам саровских музыкантов, Андрей Тенигин сыграл огромную роль в развитии музыкального рок-движения в нашем городе. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Музыкант любил устраивать мини-концерты в уютной домашней обстановке на кухне или у себя в гараже. Там же и рождались песни. Друг и коллега Андрей по музыкальному цеху Станислав Курчев вспоминает, что иногда на создание новой композиции уходило буквально 15 минут. Некоторые песни рождались годами. Все они были о внутренних переживаниях, спорах и мечтах творческого человека. Мы встречаемся с теми музыкантами, с которыми творческие по жизни были достаточно долго близки. Но и сам формат дает возможность и для импровизации, и для того, чтобы показать те наработки и те интересные музыкальные решения и поэтические, которые были сделаны ранее. Стихи Андрея Тенигина публиковались на известных литературных сайтах и не раз получали высокую оценку коллег и экспертов. А его песни навсегда останутся в репертуаре саровских рок-коллективов. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В библиотеке имени Маяковского открылась выставка русских костюмов. В экспозиции представлены женские и мужские комплекты одежды Нижегородской губернии Вознесенского уезда. Конца 19-го, начала 20-го века. Все наряды отличаются яркими красками, украшены тесьмой и шелковыми лентами. Автор выставки – художник-модельер Галина Арагозина. Неоднократно принимала участие во всероссийских выставках и фестивалях народной культуры. Галина Арагозина занимается костюмами с юности. Родилась в Сарове, закончила Рязанское художественное училище. Затем долгое время работала художником-модельером в Тамбове. Именно тогда началось ее увлечение народным костюмом. После возвращения в Саров, Галина Арагозина стала работать в городском музее. У нас в музее совершенно замечательная коллекция народного костюма. Ну, в основном там, конечно, костюмы нашей Нижегородской области, Нижегородской губернии. И я попробовала. Сначала сделала один костюм, потом второй. Идея сделать выставку костюма в библиотеке Маяковского родилась у Галины после акции «Ночь искусств». В экспозиции, которая находится в читальном зале, представлены шесть образцов. Мужской костюм, сарафанный и поневный ансамбль одежды Нижегородской губернии. Несмотря на то, что со времен, когда носили такие одеяния, прошло уже более ста лет, подобный стиль находит отражение в современной моде, считает автор. Элементы народной одежды, они, в общем-то, и в современной одежде встречаются. По-прежнему, женщины, девушки носят сарафан. И, может быть, они какой-то другой немножко конструкции, но все равно это сарафан. Вторая часть выставки работ Галины Рогозиной находится в музее книги библиотеки Маяковского. Здесь представлены куклы в народных костюмах и бальных нарядах. Обе экспозиции будут работать до конца года. Хоккейный клуб «Саров Инвест» встретился с вице-чемпионом прошлого года Высшей лиги Нижегородской области, командой из Кстова. В первом периоде гости взяли инициативу в свои руки. Во втором наши хоккеисты попытались переломить ход игры в свою пользу. Исход встречи решился в третьем периоде. Подробности далее. Вице-чемпион прошлого года Высшей лиги Нижегородской области, хоккейная команда Кстова оказалась сильным соперником. На первой же минуте встречи хозяева льда смогли распечатать ворота Саровской дружины. И весь оставшийся период преимущества в счете и владении шайбой было на сравне к Ставчан. Говорили в раздевалке, что не надо недооценивать соперника. То есть ребята, да, у них есть какие-то финансовые трудности в команде, но тем не менее они могут, они хотят. Поэтому вышли. Больше хотели, но сейчас будем немножко выравнивать. Ко второму периоду Саровчане подошли более собрано. Добавили скорости, начали создавать опасные моменты возле ворот соперника. Их усилия увенчались успехом, но распечатав ворота Кстовской команды за следующие пять минут, наши спортсмены получили в свои ворота еще две безответных шайбы. Остроты этой встречи добавляли постоянное удаление у обеих команд. Правда, реализовать большинство команде Саровинвест так и не удалось. Немножко не готовили это, не занимались этим. Ну, где-то придет к столу. Не можем, не можем пока большинство реализовать. Сейчас проведем беседу. Я думаю, что в третьем поправим немножко положение в праве мышиства. В третьем периоде саровчане смогли забить еще один гол ворота Кстовской команды, но на результат всей игры эта шайба не повлияла. Финальный свисток и на табло зафиксирован неутешительный для нашей команды счет 5-2. Я думаю, игра неплохая получилась. До последних минут упорная борьба. Спасибо ребятам, что нам удалось сегодня победить. Потому что мы до этого в Держинске проиграли. Как бы нужно было реабилитировать. Тем более на своем льду не имеем права проигрывать. По игре равная игра. Чуть-чуть нам повезло. Следующая домашняя встреча ХК Саровинвест пройдет в воскресенье 2 декабря. В гости в наш город приедет команда из Дальнего Константинова. Начнется игра в Ледовом дворце в 14 часов. Кирилл Василин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей.